Цвета окружающего нас мира очень сильно воздействуют на состояние человека. И хотя в обыденной жизни мы чаще всего не придаем этому значения, каждый цвет, который мы выбираем, прямым образом влияет на нас как позитивно, так и негативно. Ученые установили, что мозг воспринимает цвет точно так же, как желудок еду. И так же, как нам иногда хочется какой-нибудь пищи, наш организм нуждается в каком-то цвете. Мы воспринимаем цвет главным образом с помощью зрения, но неосознанно впитываем его через кожу, мышцы и даже кости. Проникая в наш организм, цвет вызывает определенные биохимические реакции в тканях и стимулирует важные железы, которые отвечают в здоровый сон, сексуальное возбуждение и аппетит. Так, например, еда красного цвета насыщает организм энергией, возбуждает, очищает кровь. Она содержит железо, необходимое для образования красных кровяных телец и обеспечения клеток энергии. Оранжевая пища – это здоровье и жизненная сила, а главное – великолепный источник витамина С. Оранжевые продукты могут облегчить боли любого происхождения. Синяя, голубая и фиолетовая еда питает нервную систему. Мозг нормализует психическую деятельность организма. Хорошо есть продукты синего цвета в стрессовых ситуациях. Зелёная пища полезна для сердца, а также может помочь снять стрессовое напряжение. Если брать овощи и фрукты, то вот, учитывая, что у нас сейчас осень, я бы дала предпочтение красным овощам и фруктам, потому что, во-первых, это жизнерадостный цвет, это всегда энергия, это всегда положительные эмоции. И красные овощи и фрукты – это те продукты, которые богаты веществами, антоцианами и картиноидами, которые отвечают в первую очередь за иммунитет и борются с раковыми клетками. То есть это те необходимые вещества, которые должны присутствовать ежедневно в рационе любого человека и которые будут вас защищать. Зелёная певица Это не полезно, это не может быть здоровым, это не приведёт к улучшению вашего состояния. Поэтому, если вы начинаете вдруг употреблять только продукты, допустим, зелёного цвета, либо жёлтого цвета, это приводит к определённым дефицитам. То есть самое главное правило здорового питания – это разнообразие. То есть на вашей тарелке должны присутствовать, естественно, продукты абсолютно разного цвета, разные по качеству, по виду. Это самое главное правило, это просто постулат, который ни в коем случае нельзя нарушать, если вы хотите быть здоровыми. Разнообразие. Те цвета, которые мы отдаём, предпочтение в одежде и обстановке говорят о нас гораздо больше, чем мы думаем. В чём выражается это влияние? Как цвет связан с темпераментом человека? И как выбрать цветовую гамму таким образом, чтобы это влияние было только позитивным? Об этом рассказала мастер-колорист по цветовому коду. Всё началось с книг по эзотерике, я начала увлекаться эзотерикой, йогой, дыхательными практиками, и всё туда же включало и цвет в жизнь. Привнесение цвета и насколько он влияет на состояние человека, на эмоциональное состояние. Чтобы открыть какую-то линию, по которой мы движемся, допустим, кому-то не хватает любви в этой жизни, кому-то не хватает денег, кому-то спокойствия. Вот чтобы открыть в себе эти желания, этот путь к этому успеху, надо списать определённый оттенок в свою жизнь и пользоваться им как можно больше. В цвете волос, в макияже, в одежде, даже в еде. У цвета, как и у человека, есть характер. Силу цвета мы чувствуем интуитивно, поэтому мы окружаем себя такими оттенками, на которыми, похоже, или хотим походить. Если вы приходите вечером и уже уставшая, вам надо чем-то заняться, то рекомендовано скушать что-нибудь красное. Красный – это цвет энергии. Если вы хотите произвести впечатление, недаром, что женщины на романтическое свидание одевают красное платье, потому что это незабываемый эффект. А ещё лучше, чтобы оно было алое. Это цвет крови, а мужчины – они охотники. Красный и алый цвет – это насыщенные оттенки. Они позволяют сдвинуться с мёртвой точки, повысить тонус, получить заряд бодрости и активности, ощутить прилив сил. Если вы не можете принять верное решение, боитесь осуществить задуманное, то именно красный цвет избавит вас от всех сомнений, поможет быстрее сделать правильный выбор. Вы сумеете правильно расставить акценты, более ясно посмотреть на ситуацию, оценить приоритеты. Красный цвет придаст сил для борьбы за своё мнение и за свою точку зрения. Даже если вы считаете, что всё тлен, жизненные силы покинули вас, то красный сможет всё изменить к лучшему. Вы быстро встанете на ноги, обретёте бодрость и силу духа. Это Яна. Яна пришла ко мне полгода назад. Яна у нас мама в декрете. Ну, мы не красились. В тот момент были с натуральным цветом волос. Я помню Яну в джинсиках, да, там, в светорке с хвостиком. Ну, как бы захотелось покраситься, что-то изменить, потому что, ну, грустненько было в декрете, скучно, грустно сидеть. И я Яне предложила как раз-таки просчитать цвет и код. Это её заинтересовало. Мы посчитали, и сама вся Яна очень спокойная. Я заметила, она таким спокойным, тихим голосом со мной разговаривает. И уже подсознательно я поняла, что там точно красного нет. И когда начали просчитывать, реально оказалось, что Яне не хватает красного. Это цвет энергии, страсти. То есть не хватает энергии какой-то больше. И фиолетового – это духовность, творчество. Поэтому, ну, красный мы решили не делать сразу, да, кардинально. Там, может быть, в дальнейшем какие-то пряди там. Но цвет волос мы изменили как раз-таки в тёмно-фиолетовый оттенок. Но в одежде теперь Яна старается больше применять оттенки красного. Как ты себя сейчас ощущаешь, скажем? Я ощущаю себя очень прекрасно. Мне нравится, как я вот вижу снова цветный волос. А красный, наверное, да, придав мне. Возможно, даже уверенности какой-то и энергии с ребёнком. Нужно много энергии. Думаю, что я это буду было не любить. Даже в спортзал Яна записалась. Успевает с маленьким ребёнком ещё ходить в спортзал. То есть настолько это всё пошло-пошло дальше. О том, что по имени и дате рождения, можно узнать о человеке и его характере сперва кажется невероятным. Марина переводит всё в цифры. Что-то складывает, прибавляет и уже через несколько минут выдаёт полную картину о человеке. В прямом смысле этого слова. Ко мне неоднократно, как-то я притягиваю таких людей. Девчонки приходят либо после декретных отпусков, когда бывает скучно, хочется что-то новенького. Либо девушки приходят даже после каких-то жизненных катаклизмов, которые произошли в их жизни, там, в личной или в карьере. И мы полностью... И они садятся и говорят, сделайте что-нибудь. И я вижу реально грустные глаза, что человек какой-то уставший, подавленный. И тут я начинаю фантазировать. Я просто спрашиваю, а вы бы не хотели просчитать цвет и код, чтобы это что-нибудь именно повлияло на вашу жизнь с положительной точки зрения, с положительной стороны? Но все активно соглашаются. Это интересно. Интересно посмотреть, какие цвета вообще влияют на твою жизнь. Мы всё просчитываем, и в связи с этим цветом уже выбираем цвет волос. Потом я предлагаю сделать лёгкий коктейльный макияж, чтобы ещё девушка могла посмотреть на себя и с макияжем, да, с этим цветом. И у меня есть несколько вариаций платочков цветных, потому что весь гардероб я не могу сюда принести, чтобы мерить одежду. Но несколько цветных платков разных оттенков, как раз семи. И мы ещё примеряем вот то, что близко к лицу, именно по цвету одежды. И полностью желательно сфотографировать до и после, чтобы уже девушка непосредственно видела девушку или женщину, не важно, какого возраста, да, потому что правильный цвет, он убирает сразу, там, 10-15 лет. Зная свой цветовой код, а именно то, какие цвета преобладают, а каких нет совсем, можно не только управлять своими эмоциями, но и кардинально изменить жизнь к лучшему. Если вдруг люди депрессируют, то лучше всего это оранжевые. Оранжевые помогают, да, и с оранжевым очень связано многое, потому что, говорят про женщин, рыжие бестия, да, то есть медный оттенок, почему такое пошло название и откуда. Медный – это тёплый оттенок, цвет энергии и излечения от депрессии, от всех недугов. И не даром мужчины тянутся к вот этим тёплым медным женщинам с рыжим направлением волос. Кстати, всё больше популярность приобретают раскраски, снимающие стресс. Именно они удерживают позиции бестселлеров в книжных магазинах. Выпускать подобные раскраски впервые стали в Калифорнии ещё в 1970-х годах. Делалось это на том же социокультурном подъёме, который мы переживаем сейчас. Сначала популярным стало изменять сознание, затем проявился интерес к древним учениям, культом света, добра, творчества, здоровья, идеям о внутреннем ребёнке, а также практикам, позволяющим с этим ребёнком соединиться. Базовая идея раскрасок в том, что каждый человек способен созидать и творить. Это заложено в его психо-физической природе. Важная особенность такого творчества – вовлечённость и получение максимальной психоэмоциональной разрядки. Очевидно, что раскраски можно использовать для снятия напряжения. Вечером вместо того, чтобы думать о работе и сидеть в соцсетях, абсолютно точно лучше пораскрашивать. В нашей области адаптивными видами физической культуры занимаются несколько тысяч людей с ограниченными возможностями. Среди них есть выдающиеся спортсмены, чемпионы мира и Европы, обладатели различных международных кубков. А есть и немало начинающих спортсменов, у которых впереди ещё будут паралимпиады. В детско-юношеской спортивной школе «Орион» занимаются дети разных возрастов с разными проблемами со здоровьем. Но объединяет их одно – любовь к спорту и жизни. Ребята с ДЦП – слабовидящие и слабослышащие. Главный для них – это индивидуальный подход, и тогда все они смогут реализовать себя в спорте. В последнее время очень много уделяется этому внимания. И в городе у нас стали развивать спорт для лиц с ограниченными возможностями. Мы часто ездим на соревнования, у нас есть возможность и поехать. Нас поддерживает и Министерство спорта, наша Рязанская область. Так как бы развитие видно, мы не стоим на месте. Сегодня все больше общество осознает, что спорт – это лучшее лекарство для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Для воплощения в жизнь новых идей выделяются площадки, оснащенные необходимым для реабилитации инвалидов оборудованием. Развитие по этому направлению признают и родители детей с ограниченными возможностями. Мама одного из воспитанников рассказывает, что отдать ребенка на занятия удалось далеко не сразу. Зато сейчас мальчик занимается сразу в нескольких спортивных секциях. Тренера перестали бояться брать таких тяжелых детей, вот как наши. И потихоньку начало все развиваться. Мы занимаемся, например, скалолазанием, футбол, у нас есть легкая атлетика, плавание. И везде с тренером. И сегодня у ребят уже есть спортивный интерес и стремление к победам. Спорт влияет положительно не только на здоровье таких особенных детей. А еще они стремятся равняться на старших, кто уже добился высот и побед. Например, на спортсмена Александра Спицына, мастера спорта по легкой атлетике, чемпиона, рекордсмена России по метанию дисков. В хорошей форме всегда лучше чувствуешь себя и физически, и морально. Но это интересно на самом деле. Также ездить на соревнования, проверять себя в первую очередь, ну и чего-то достигать в жизни. Не нужно сидеть на месте. Александр занимается легкой атлетикой уже 4 года. Добился высоких результатов. А главное, у него позитивный настрой и хорошее настроение. Я вообще забываю, что он на коляске. Я ему всегда говорю, давай сюда, давай туда, приходи сюда, тренировку у тебя там. У нас нет такого, что его надо отвезти, привезти. Он полностью чувствует, мне кажется, себя очень уверенно. И это хороший пример для других. В конкретных, наверное, местах каких-то да. Также, если мы едем в кино, там торговые центры, магазины. В нашей области, в Рязани, да, это пока что на маленьком уровне все. Но замечаем, есть места, которые часто посещаем. Там вот, потому что, наверное, видят, что мы постоянно ходим туда. И меняется. В лучшую сторону делать пандусы гораздо удобнее. И пока этого мало. Пообщавшись с людьми с ограниченными возможностями здоровья, становится понятно. Физическая активность для них значит намного больше, чем для обычного человека. Однако позиции у них, мягко говоря, весьма уязвимые. Чтобы заняться спортом, им нужно иметь сопровождающего или вступить в ряды специальной организации. Сегодня Рязани необходимо еще больше узких специалистов, умеющих и желающих работать с особыми спортсменами, как взрослыми, так и детьми. Далеко не всегда людям с инвалидностью нужно что-то из ряда вон выходящее. Иногда это просто стол для настольного тенниса или вовремя сказанное ободряющее слово тренера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова